Существует множество историй о преданности и бескорыстии наших братьев, меньших, которые не задумываются, как поступить, когда их хозяева нуждаются в помощи. Их поступки трогают наши сердца и заставляют нас задуматься об отношении человека к животным. Одну из таких историй мы и расскажем вам сегодня. В последнее время часто говорят, что мир изменился не в лучшую сторону, люди стали жестокими и безразличными. Часто мы делаем вид или просто не замечаем тех, кто нуждается в нашей помощи. А в помощи нуждаются не только люди, но порой и животные, которые постоянно удивляют нас своей преданностью и готовностью прийти нам на помощь даже ценой собственной жизни. Но мир не без добрых людей. Об одном таком человеке и будет наш сегодняшний рассказ. Этот случай произошел в небольшом городке, на окраине которого жила пожилая женщина по имени Марфа. По городку ходили слухи, что в последнее время на улицах появилась бродячая собака бойцовской породы. Жители были этим встревожены и не на шутку напуганы. Считается, что собаки бойцовской породы очень агрессивны. У старушки было доброе сердце. И она решила, что если встретит эту собаку, обязательно ее приютит. Марфе стало жалко пса, который из-за человеческого бездушия или понелепой случайности оказался на улице. Она понимала, что без помощи человека пес пропадет. И вот как-то по дороге в соседний магазин женщина встретила этого бездомного пса, который стал грозой для всего городка. Бабушка Марфа вместо того, чтобы испугаться, решительно направилась к собаке. На удивление, огромный пес не бросился на женщину, а наоборот дружелюбно завилял хвостом и стал обнюхивать ее сумки. Женщина внимательно осмотрела собаку. Видно было, что это пес не бездомный, хотя и исхудавший. Бабушка направилась к своему дому, позвав собаку с собой. Та послушно пошла за ней. По дороге им встретился сосед, который, увидев пса, не решился даже выйти из машины. Он лишь сказал, что это питбуль, порода собак, очень опасная для человека. Сосед настоятельно советовал старушке оставить собаку на улице и не везти ее к себе домой. Придя домой, женщина сразу же накормила пса. Из старого пледа обустроила ему место у двери. Пес быстро освоился. И женщине уже казалось, что он всю жизнь прожил с ней в этом доме. Они подружились, хотя соседи по-прежнему боялись пса и упрекали Марфу за то, что она приютила его. Они не верили в то, что старушка сможет приручить такую огромную и, по их мнению, злую и опасную собаку, которую люди называли не иначе, как зверь. На всякий случай, женщина периодически расклеивала объявления в надежде на то, что отзовется хозяин собаки. Но никаких откликов не было. Тем временем пес окреп. У него был добрый и веселый нрав. У пса был очень низкий голос, поэтому женщина назвала его громом. Он ни на шаг не отходил от своей новой хозяйки. За ее заботу о нем гром платил ей своей преданностью. Марфе особенно нравилось проводить со своим любимцем вечера, когда она, удобно усевшись в кресло возле камина, рассказывала ему разные истории из своей жизни. Пес внимательно слушал женщину и казалось, что он все понимает. Так пролетели осень, зима, весна. Вы думаете, что история на этом заканчивается? Но это еще далеко не конец. Наступило лето. К бабе Марфе на отдых приехали внуки. Они очень обрадовались тому, что у бабушки появилась собака. Несмотря на свои внушительные размеры, гром с детьми был необычайно добр и приветлив. Они сразу же полюбили его, и эта любовь была взаимной. Дети много времени проводили с громом, играя с ним и заботясь о нем. Казалось, что все складывается самым наилучшим образом. Но однажды летним днем Марфин и внуки решили пойти на речку, которая была в двух шагах от дома. Купаться они не собирались, а просто хотели прогуляться вдоль берега. С детьми на прогулку порывался пойти игром. Но Марфа не отпустила его с детьми, так как боялась, что пес может снова потеряться. Дети весело играли на берегу, бросая камешки в воду. Но младший внук таки не удержался и зашел в воду. Поскользнувшись на мокром камне, ребенок упал в воду. Быстрое течение реки подхватило мальчика и понесло вдоль берега, а плавать ребенок не умел. Он только изо всех сил барахтался в воде и звал на помощь. Ситуация усложнилась и тем, что старший брат малыша также не умел плавать. Он только бежал вдоль берега за младшим братом и отчаянно кричал о помощи. Но, как часто бывает в таких случаях, рядом никого не оказалось. Силы мальчика были на исходе. Он мог уйти под воду в любую минуту. Но в ту минуту, когда уже не было надежды на помощь, на берегу речки появляется гром. Оставленный во дворе дома, он все же услышал крики детей о помощи. Тут же разорвал шнур, которым был привязан к изгороди, перекусив его, и мигом помчался на берег реки. Пес мгновенно понял всю опасность ситуации и бросился в воду. Его крепкое телосложение помогло ему преодолеть течение реки и быстро добраться до ребенка. Малыш сообразил схватить питбуля за шею, и тот сумел вытащить мальчика на берег. Надо сказать, что даже для такой сильной собаки, как Гром, это было сделать нелегко из-за сильного течения. Да, и мальчик был не такой уже и маленький. Все закончилось благополучно. И ребенок, и пес были уже на берегу, когда прибежал сосед Марфы. Он также услышал детский крик о помощи, но не сразу понял, откуда он раздавался. Сосед в первую минуту кинулся к собаке, думая, что именно тот напал на ребенка, но потом понял, что пес все-таки спас мальчику жизнь. По мнению соседа, Гром стал ангелом-хранителем этой семьи. Он сполна отблагодарил женщину за то, что она когда-то спасла ему жизнь. А пес, державший в страхе не по своей вине целый городок, стал настоящим героем для всех его жителей. Нередко животные своим примером учат людей преданности и самоотверженности, и делают их чуточку добрее. Вот такая трогательная история произошла на окраине тихого маленького городка. Как хорошо, что есть такие добрые люди и животные преданные и бескорыстные. Всем нужна любовь и доброта, именно они и спасут наш мир от катастрофы.